Приветствую вас. Ну, вы здесь пишите о том, что ваши проблемы продолжаются, очень жаль, что вы не захотели, по крайней мере, у меня сложилось такое ощущение, что вы не пожелали работать лично с экспертами каким-нибудь, а продолжаете задавать вопросы в публичном разделе, пускай и вид, но все равно. То есть, понимаете, сама постановка вашей деятельности, сама постановка вашего вопроса, она, к сожалению, не совсем правильная, не совсем верная, и я боюсь, что он не окажет того эффекта, который нужен для того, чтобы реально что-то изменить в вашей семье. Как я понимаю, вопросы вы уже задавали, мне один раз посмотрел ваш предыдущий вопрос, вы там даже не лучшего ответа не выбрали. Вот, и здесь вы говорите о том, что ваш мужчина, оказывается, на время, что вот вы были в ссоре, оказывается, ваш мужчина там с кем-то мог встречаться. Ну, здесь, собственно, вообще-то говоря, достаточно стандартно, то есть, люди, любящие друг друга, люди, желающие быть вместе, оказываются разлученными на какой-то период времени, и, соответственно, будучи неуверенными, ну, неуверенными в себе, неуверенными, может быть, даже в друг друге, эти люди начинают, ну, соответственно, даже не искать, искать это было бы, наверное, неправильно сказать, ну, просто-напросто начинают попадать в какие-то негативные, двусмысленные ситуации, которые, к сожалению, только и делают, что вредят. И, ну, понимаете, вряд ли, вряд ли могло бы быть, как-то иначе в данном случае, потому что слишком долго вы были поросень, слишком долго для вас какие-то проблемы, и слишком, я бы сказал, велика вероятность того, что ваш мужчина мог что-то сделать. Почему? Да потому что он пил, или пьет до сих пор, и, вообще говоря, мог, будучи пьяным, совершить какие-то определенные вещи, или, что гораздо хуже, кто-то мог подумать, что он может совершить какие-то вещи негативные. Итак, происходит на данный момент что? На данный момент вы видите, что ваш мужчина вроде бы как хочет быть с вами, вроде бы как он надцелен на вас, но при этом есть мысль, есть подозрение, есть вероятность того, что он был с другой женщиной, да, в то время, пока вы были без него. Что можно сказать в этой ситуации? Ну, на самом деле, вы, на мой взгляд, не приводите некоторых доводов, которые здесь нужны, то есть вы не раскрываете некоторые моменты, которые, ну, являются, скажем так, ключевыми. Во-первых, вы пишите, ваш муж пошел на контакт. Как это произошло? Что заставило его пойти на контакт? Какие были обстоятельства? Обстоятельства этого? Чем это было обусловлено? Тем, что он пошел на контакт? Кто был инициатором этого контакта? Вы или он? О чем был разговор ваш первый после разлуки? И так далее. Все эти моменты вы, к сожалению, совершенно не раскрываете, не возьмете. Дальше. Вы пишите о том, что женщина легкого поведения начала распространять слухи, что увела мужчину, увела вашего мужчину, и теперь она живет с ним. Давайте подумаем. Значит, для чего ей это нужно? Вот если она врет, если она говорит неправду, если она обманывает, то зачем ей это нужно? Есть ли у нее мотив для того, чтобы вас обманывать? Вопрос очень, на мой взгляд, важен. Потому что если мотив обманывать есть, то, соответственно, скорее всего, это именно обман и есть. Если мотива обманывать нет, и она никак не заинтересована в том, чтобы распространять эти слухи без основателя, то тогда можно говорить в большей степени о том, что это соответствует действительности. Но про то, соответствует это действительности или нет, мы еще поговорим. А пока мне бы хотелось, чтобы вы задали хотя бы сами себе этот вопрос. Есть ли мотив у человека вам врать? Есть ли мотив у человека вас обманывать? Это, значит, следующий важный момент. Идем дальше. Вы говорите о том, что у вас есть факты, которые заставляют думать, что мужчина мог пересекаться с этой женщиной. То есть, это даже не факты, если я правильно вас понял, это даже не факты стопроцентные. Это именно такие вот косвенные факты. То есть, если бы они были стопроцентными, то, наверное, вы бы сказали, что у меня есть факт того, что мужчина меня, например, обманывает. Но вы этого не сказали, значит, из этого можно сделать вывод, что вы сами в этом не уверены и не знаете, есть ли действительно подтверждение того, что мужчина встречается с той женщиной или нет. Но вы почему-то говорите, что это факт. То есть, то, что вам стало известно, это факт. Поэтому вы как будто сами не уверены в этом. Вы говорите, что мужчина мог встречаться. А мог и не встречаться. И вот этот момент, на самом деле, нужно тоже хорошо подумать. Для себя определить, потому что разрушить нарождающиеся отношения можно очень легко. Вот у вас сейчас вроде бы контакт наладился. Вроде бы какой-то контакт наметился. Вот так очень просто будет все это взять и разрушить. Поэтому делать этого, я думаю, не нужно. Вы подумайте, почему факты, которые вот лишь косвенно показывают, что мужчина мог сейчас с кем-то воспринимаются вами. Условно говоря, вот как-то, ну, на веру. То есть, вы воспринимаете эти факты, да, как будто они их решили. Если у вас основания не верить вашему мужу. Дальше. Предположим, что все-таки какая-то связь у мужчины с этой женщиной была. То есть, предположим, что была измена. Вам об этом самой лучше на самом деле подумать, чтобы это, если это все-таки было, не достало вас в раскол. Потому что это тоже может существенно помешать вам выстраивать нормальные отношения с вашим супругом. Если это было, то что это значит? Вот такой вот вам вопрос. Обначает ли это, что мужчина представляет цель именно вам изменить? Обначает ли это, что мужчина вас не любит? К сожалению, кроме вас, на этот вопрос ответить мы не можем. Потому что вам нужно определить это. Что значит его измена? Но факт совершенно неоспоримый заключается в том, что мужчина пошел с вами на контакт. Значит он хочет быть с вами. Значит так или иначе он понял, что вы ему нужны. А раз так, то что, чтобы там не было, он осознал, что вы однозначно более дороги ему, чем кто-то там еще, не важно кто. И вопрос к вам в том, согласны ли вы принять его такую вот позицию. То есть согласны ли вы принять позицию, что вы для мужчины в любом случае дороги. Если вы готовы эту позицию принять, если вы готовы ее как-то продвигаться, если вы готовы с ней соглашаться, то я не думаю, что и будут какие-то у вас проблемы. Так же, как вы воспринимаете измену? Очень важный вопрос. Мужчина, как вы знаете, потреблял алкоголь и вполне вероятно, что в определенный момент просто не осознавал, что делать. Соответственно, нужно определить, что для вас значит измена. Что она представляет из себя именно для вас? Если вы воспринимаете имену как предательство лично, то это нужно определить субъективную сторону вашего мужчин. То есть субъективная сторона поведения мужчины раскрывает суть того, что он сделал. Если он раскаивается, если это первый раз, можно его простить. Ну, вполне возможно, человек подтвердил веру, подтвердил надежду и так далее. Если же мужчина не раскаивается в этом, напротив отвечает, пытается скрыть от вас то, что он сделал, Ну, вполне возможно, что доверять этому человеку вам уже нельзя. И в таком случае, если вы осознаете это, продвигать ваши отношения дальше не имеет никакого смысла. Потому что, ну, просто потому что ваш муж уже не тот человек, который был как когда-то с вами. Ну, вот, к сожалению, не тот, он уже человек. И тогда не имеет смысла, что он там делает и так далее. То есть, вот так последовательно вам и нужно поступать. Не торопясь спокойно разбираться с тем, что произошло, что это для вас и так далее. Например, вы пишите, противно думать, что у нас дома была другая женщина. А противно думать вам, потому что для вас это существенное оскорбление. Противно думать вам, потому что для вас это унижение. Но унижение почему? Почему вас это задело? Может быть, эта женщина спасла вашего мужа от какой-нибудь глупости, которую он мог совершить, чувствуя себя брошенным, потерянным и вообще ненужным. Мы же не знаем это. Мы же не знаем этой ситуации наверняка. Дальше, как муж разберется в этой ситуации? Вот он сказал, я разберусь. А как разберется? Он говорит, что как-то найдет решение. А как он найдет решение? Что он сделает? Если он не виноват, то с чем он будет разбираться? Большой вопрос. Далее. Ну, что вам можно сказать далее? Про созависимость вам уже говорили неоднократно. И я не думаю, что можно повторять это еще раз. Мы уже поставили условия, либо комплексное решение от алкоголизма, либо никаких отношений. Ну, вы поступили правильно. Делали вы правильно. Какое дело? Готовы ли вы выдержать это? Готовы ли вы как-то осуществлять, поддерживать свою линию поведения? Не очень этот вопрос для меня. Понятно. Далее. Он сказал вам, что если я ему дам шанс, то он изменит ситуацию. Но ведь, по сути, вы уже дали ему шанс тем, что сказали, что если он будет комплексно лечиться от алкоголизма, то отношения между вами возможны. Какой шанс ему нужен еще, для меня не очень понятно. Надеюсь, что вы выясните это с ним или выясните хотя бы для себя. То есть, где грань между тем, что вы готовы ему дать, готовы ему предоставить, готовы ему позволить и тем, что нет. Это вам нужно для себя понять обязательно. Дальше. Вы выбиты из колеи этой новостью. Новостью о том, что он мог другой женщиной быть. Не знаете вы как общаться с мучкой? Ну, поскольку у нас действует презумпция невиновности, и пока вина человека очевидно не доказана, считать его виноватым нельзя, прямых фактов подтверждающих то, что он вам изменял, тоже нет. Соответственно, нужно ему доверять. Потому что если в такой ситуации при таком раскладе вы человеку не доверяете, это означает, что вы сомневаетесь в себе и не уверены в себе. А также придаёте значение измены больше в своём личностном контексте, чем воспринимаете измену в качестве подтверждения того, что мужчина просто-напросто с вами больше быть не хочет. То есть, на самом деле, здесь мысль достаточно простая. Если измена была, то она, эта измена, рано или поздно раскроется, проявится, рано или поздно станет явным. И это будет означать, что мужчина вас не оценил, это будет означать, что мужчина вас не уважает, если он не будет раскаиваться, если он всё отрицает, да? И тогда это просто не ваш человек. И опустите его и живите дальше. Более всего, ситуация такова, что вам это нужно сделать по-хорошему, судя по тексту ваших предыдущих вопросов. А если измены нет, если всё это слухи, всё это выдумки, то успокоиться вам не о чем. Понимаете, пока вы говорите, что не знаете, как общаться с мужчиной, при этом не имея прямых доказательств того, что вам изменяло, вы ведёте себя как неуверенная в себе женщина. А неуверенная в себе женщина не может рассчитывать на то, что к ней будет поведение соответствующее, достойное. Потому что, если мужчина будет видеть вашу неуверенность в себе, он будет понимать, что вы дорожите им сильнее, чем хотите, например, показать, и это будет играть ему на руку, он будет тянуть, например, осуществление тех усилий, которые необходимы для того, чтобы сохранить вашу семью. А если он будет видеть, что вы уверены в себе и ясно-ясно дали ему понять, что вот если он изменил, то ему же хуже, ему, не вам, то, соответственно, ситуация будет кардинально иная. Ну и я думаю, что если вы хотите прояснить ситуацию, кстати, прояснение ситуации через разговор с мужем не самый лучший вариант был. И почему вы не написали свой вопрос раньше, почему вы не посоветовали с нами, как проверить, изменял он вам или нет, тоже мне совершенно непонятно. То есть, ну, казалось бы, если вы задаете вопросы, если вы не хотите работать персонально с кем-то из специалистов, то хотя бы задавайте вопросы в более реальном времени, чтобы как-то мы могли корректировать ваше поведение хотя бы. Потому что сейчас вы уже многое сделали, вы уже себя проявили и делали что-то по-другому, например. Ну, будет признаком вашего непостоянства и вашей неуверенности в себе метания, а это для мужчины еще хуже. Так вот, вам не нужно было разговаривать с мужчиной для того, чтобы понять, была измена или нет. Вам нужно было просто-напросто прийти домой и пройти по квартире. Уверен, ваша интуиция, она бы сразу дала вам понять, была ли здесь женщина или нет. А хозяйка дома сразу поймет, была ли здесь кто-то еще или нет. Вот так нужно было поступить. Так что я думаю, что имеет смысл прийти домой, я думаю, что имеет смысл прислушаться к себе дома, чтобы лучше понять, что же с вами происходит. Ну вот, собственно, наверное, на этом все. Советов никаких. Наверное, это и был совет, по сути. Единственный совет. А все остальное, это просто рекомендация для того, как вам поступать. Потому это по-хорошему, ну, не работать с вами, работать над вашей уверенностью в себе, над тем, почему вы передаете такое большое значение вашему мужу, почему вы не показываете ему того, что вы можете легко найти другого мужчину, почему вы не даете ему понять, что он может вас потерять. Вот над этим нужно работать. Это корень проблемы, а не все то, о чем вы пишете. Я надеюсь, что помог вам. И если какие-то вопросы у вас остались, пишите в личку, пожалуйста, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ или ответ кого-то из экспертов, пожалуйста, сделайте лучшим этот ответ. Потому что все-таки люди стараются, все-таки люди стараются, пишут, тратят время. И я думаю, что отблагодарить этих людей нужно. И, поймите меня правильно, когда вы оставляете вопрос без решения, тем более вип-вопрос без решения, ну, это не очень уважительно по отношению к тем, кто старается вам помочь. Желаю вам всего самого доброго. Удачи!